Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом очень вкусных творожных пончиков. Рецепт очень давний, их мне готовила мама, а теперь я готовлю их своим деткам. Если у вас также в семье есть дети, то они оценят этот рецепт. Пончики получаются легкие, воздушные, в меру сладкие, очень вкусные. Готовятся такие пончики очень быстро, а съедаются еще быстрее. Ну что ж, давайте готовить. Нам понадобится творог, яйца, соль и щепотка, а также сахара. Все добавляем в одну чашу, добавляем несколько капель ванили и пробиваем блендером до однородного состояния. Если у вас творог однородный, то этого делать не придется. Далее мы гасим соду уксусом, добавляем к нашей смеси и просеянную муку вводим в самом конце. Все хорошо, вымешиваем, у нас должно получиться с вами густое тесто, пористое. Вот так выглядит готовое тесто. И теперь можно приступать к формированию пончиков. В отдельную тарелку просейте немного муки, в ней мы будем обваливать пончики, чтобы не приставали к рукам. Далее ложкой возьмем небольшое количество теста и окунаем в муку. Теперь стряхнем немного муки с пончиков и в руках скатаем шарик. Пончики я делаю небольшого размера, так как при обжарке они будут увеличиваться в объеме. Пока я формирую пончики, у меня на плите уже разогревается растительное масло в кастрюле. Для этого нам понадобится кастрюля с толстым дном, либо казан. Масло растительное нужно налить на два пальца толщины, чтобы пончики в нем плавали. Итак, пончики готовы, опускаем их аккуратно в раскаленное масло. Обжаривать пончики мы будем на медленном огне, для того, чтобы они прожарились внутри равномерно и не остались сырыми. Если в кастрюле достаточно места, то их не нужно будет переворачивать. Они самостоятельно хорошо крутятся в растительном масле и обжариваются со всех сторон сами. Готовые пончики выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впитать лишнее масло. Вот так выглядят уже готовые остывшие пончики. Осталось только присыпать пудрой и можно приступать. Готовьте на здоровье! Подписывайтесь на мой канал! Всем удачи!